На боевой вахте у Вечного огня и памятник воинам-интернационалистам стали мальчишки и девчонки из военно-патриотических клубов «Ратник» и «Застава». Для них событие, которое отмечается 15 февраля, далекая история. В этот день, в 1989 году, завершился вывод войск из Афганистана. Традиционно митинг начинается с возложения цветов к Вечному огню. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане. Со времени Второй мировой войны более полутора миллионов россиян приняли участие в боевых действиях за рубежом. Минута молчания. Всего около 30 вооруженных конфликтов. Память об этих эпизодах нашей истории позволяет видеть реальную картину того, что происходит в современном мире. Самое главное – обратить внимание на то, что сегодня происходит вокруг нашей страны, внутри нашей страны, заглянуть внутрь этой проблемы. Международный терроризм, наркотрафик – это все то далекое, что пришло из тех 70-х прошлого века. Вместе с представителями общественных организаций, муниципалитета и духовенства перед собравшимися выступил непосредственный участник боевых действий в Афганистане – Валерий Федорович Бодряшов. Для него, российского солдата, война за рубежами Отечества – это не просто участие в решении вопросов геополитики. Прежде всего, это помощь людям другой страны, оказавшимся в трудной ситуации. У нас было могучее государство Русь, куда входили и украинцы, и белорусы, и так далее, и так далее, и не было разделения на нации. Как есть, вот разделили на нации, разделили на религии, как говорят, разделяй властвуй. Война-интернационалисты – это подразумевает слово «интернационализм». Это же… Интернационализм – это учение, которое пропагандирует дружбу и сотрудничество нации. На митинге было много молодежи. Благодаря подобным мероприятиям, занятиям в школе, участию в военно-патриотических клубах, многие из них много знают о том, как воевали их деды и отцы, в том числе и в Афганистане. Более молодое поколение, хоть пока и не имеет таких знаний, мыслит в правильном направлении. В армию пойдешь, и если пойдешь, то кем, в какие войска ты хочешь пойти? Истребить. На истребители. На истребители летать? Россия выиграла немцев. Немцы захватили несколько районов, но Россия победила немцев. И Россия выиграла. Супер. А ты что-нибудь знаешь про Афганистан? Нет. Необходимость проводить подобные мероприятия очевидна. Чем больше молодое поколение будет знать свою настоящую историю, непереписанную и очищенную от идеологии, тем большая вероятность того, что из них вырастут настоящие граждане, любящие и уважающие свою страну. Максим Козлов, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.